В минувшем году в нашем эфире вы часто слышали слова Первый канал и Русфонд продолжают совместную акцию помощи больным детям. То, что происходит после этих слов, всегда напоминает нам чудо, которое не стало бы возможным без вас, наших зрителей. СМС со словом «Добро» давали надежду выздороветь. И у нее есть самое прекрасное воплощение. Дети, которых удалось спасти с вашей помощью, им и их родителям сегодня есть что сказать в ответ. Добро возвращается. Меня зовут Ваня, мне 7 лет. Я очень плохо слышу раньше. Мне сделали операцию очень больную. И меня учили слышать. Мне задается, что мне 4 года. У меня болела губка. Мы ездили в больницу, нам делали операцию. Ведь у меня красивые губки, я чувствую хорошо. Меня зовут Есения. Мне болела носка. Мы ездили в Америку и ездили мою носку. У меня все болело. А сейчас у меня все пасло. У меня зовут Кирилл. У меня есть 4 года. Мы хотим сказать с Кириллом и вообще от лица всей нашей семьи очень большое материнское спасибо. Огонь и чудо – это исполнение самого заветного желания. А самое заветное желание для каждой мамы – это чтобы его детки были здоровы. То, что мой ребенок слышит благодаря вашей помощи – это уже чудо. Каждый день приносит только радость. Она все больше и больше радуется тому, что она слышит, чего она до этого не могла. Вообще не выразить словами нашей благодарности всем тем людям, которые жертвуют деньги в Росфонд, помогают таким деткам, как Савва, потому что жизнь до операции и после операции – это две разные жизни. У меня было очень много пузырей, трещин. Из-за этого я не могла ходить в школу. Спасибо большое зрителям Первого канала, что помогли нам лечиться. После лечения у нас гораздо стало лучше. Жизнь у Юляшки совсем другая стала. Изменилась она, стала ходить на физкультуру. Телезрители Первого канала, я вас всех поздравляю с Новым годом. Желаю вам счастья и здоровья. Желаю, чтобы вас исполнялись мечты, как у меня. С Новым годом! Я встала, Патерков, всем поздравляю с Новым годом! С Новым годом! С Новым счастьем! Спасибо всем, кто помог! Спасибо тем, кто помог и кто еще поможет. А еще спасибо всем, кто эти 50 лет в 21 час старался оказаться перед экраном телевизора и включить нашу программу – программу «Время». Полвека – целая жизнь. Нет человека, который, оглядываясь назад в день юбилея, мог бы сказать, что не совершал ошибок. И мы ошибались тоже. Спасибо, что прощали нам эти огрехи. И спасибо, что радовались нашим успехам вместе с нами. Мы ощущали и ощущаем себя одним целым с нашим зрителем, со страной. Ведь в названии программы заключена метафора. Мы показываем время во всех смыслах. Физическое, которое проживает каждый из нас, и историческое, в котором каждый человек – это часть чего-то, за что нас запомнят потом. И все разговоры про людей по разные стороны экрана – всего лишь условность. Поэтому, по большому счету, сегодня наш общий праздник. Оставайтесь с нами. Мы знаем, следующие 50 лет будут переполнены событиями. И о самых интересных и ярких из них вновь расскажет время.